Поединок Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном должен был стать главным событием в мире спорта на фоне эпидемии коронавируса. Однако буквально несколько дней назад все мы узнали, что он не состоится и причина — отсутствие возможности вылета российской звезды ММА в США. Но так ли все прозрачно на самом деле? Давайте разбираться. Когда пандемия только захватила Соединенные Штаты Америки, все залы, включая А.К.А., стали закрываться в целях обеспечения самоизоляции. Групповые тренировки были отменены, а бойцы распущены по домам. Однако для команды Хабиба было сделано исключение, и он продолжил тренироваться с Исламом Махачевым и остальными в зале А.К.А. Тем не менее, Хабиб известен тем, что всегда старается получать преимущество над командой соперника во всех областях мира смешанных единоборств. Будь то численность команды, а она у россиянина самая большая, порядка 20 человек всегда находится рядом с ним, или же акклиматизация. Хабиб — единственный боец UFC, который прилетает на место проведения боя раньше, чем за неделю, чтобы акклиматизироваться и при этом еще следить за тем, когда прилетит его соперник, как это было в случае с Дастином Парье. Тогда Хабиб очень сильно радовался тому, что прилетел на неделю раньше своего соперника, и не мог скрыть этих эмоций даже в интервью после боя. К тому же Хабиб постоянно проводит лагерь подготовки в США, хотя все условия для того, чтобы полноценно тренироваться со своими спарринг-партнерами у него есть и в Дагестане, и причина тому — все та же пресловутая акклиматизация. Для Хабиба иметь все эти преимущества перед боем — немаловажный фактор. Без них он, вероятно, не будет чувствовать себя комфортно. Поэтому, узнав, что поединок не пройдет в США, Хабиб поспешил вылететь в Арабские Эмираты, где, как ему сказали, на 99% должен был пройти бой. Заметьте, Тони Фергюсон тоже знал об этом, но никуда не поехал — остался тренироваться с одним Эдди Браво в США. По прилету Хабибу сообщили, что впустить на землю арабских шейхов могут только граждан этой страны. Странно, что нельзя было этого узнать до вылета. И Хабиб отправился прямо из аэропорта на родину в Дагестан. После чего через несколько дней провел эфир, где заявил, что из-за коронавируса он находится в Дагестане в режиме самоизоляции, как и вся страна, и не может вылететь обратно в США, так как границы закрыты. Но, во-первых, вылететь, как выяснилось, можно. Сайт Росавиации достаточно прозрачно об этом говорит, для этого существуют частные авиакомпании. А во-вторых, находясь в режиме самоизоляции, человек не ходит один по улице и один сидит в кафе. Причина, конечно же, заключается в том, что Хабиб не хочет опять возвращаться в США, откуда он по собственному желанию улетел. Поскольку тогда ему вновь придется проходить акклиматизацию, а это уже будет означать, что преимущества на тоне у него не будет. А даже наоборот, он потеряет несколько дней без полноценных тренировок, в то время как Эль Кукуй будет точить свои локти. И все эти высказывания, поставьте себя на мое место, выглядят по меньшей мере странно, поскольку на месте Хабиба любой боец остался бы в стране, где проходил его лагерь и продолжал бы тренироваться до момента вылета за неделю до боя. Итак, что мы имеем по итогу? Давайте зададим себе несколько вопросов. Имел ли право Хабиб покидать лагерь и отправляться акклиматизироваться в другую страну заранее? Да, это его выбор. Тем более, по словам дагестанского орла, он согласовал свои действия с UFC. Мог ли Хабиб спасти UFC 249? Да, если бы остался в США, как это сделали все остальные участники UFC 249. Но так ли ему это было нужно? Нет, поскольку свои интересы для Хабиба превыше всего. Миру был нужен этот бой, чтобы доказать, что не все еще потеряно, что мир не погиб, пусть и вероятность поражения в таких условиях для россиянина бы увеличилась. Но Хабиб этого делать не захотел. И это его выбор. Эти выводы напрашиваются сами собой. Теперь, что будет с UFC 249, пока не ясно. Остается лишь ждать и надеяться на лучшее. В любом случае, берегите себя и оставайтесь дома. Сейчас это самое главное.